Всем привет! Вы на канале Норникеля, и мы начинаем еженедельный дайджест новостей компании. Этот выпуск открывает новости скользкого полуострова. Там опробируют оптическую систему безопасности. В первую очередь маркерными фонарями оборудуют часть погрузочно-разгрузочной техники. Они создают хорошо различимые световые линии по периметру работающих агрегатов, обозначая предельно допустимую границу приближения. Светодиодные фонари уже прошли боевое крещение. В декабре их установили на контейнерном погрузчике. Норникель вложит дополнительно 4 миллиарда 200 миллионов рублей в приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК в 2022-2023 годах. В частности, более 1 миллиарда 200 миллионов рублей будет направлено на замену оборудования цеха электролиза никеля. Более 500 миллионов рублей на оборудование для обогатительной фабрики. Также в этом году значительно увеличатся затраты на обновление парка транспортного цеха. Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей компания направит на покупку автомобилей, погрузчиков, автосамосвалов, железнодорожных кранов, снегоочистителей и прочих механизмов. Еще 320 миллионов рублей предназначены на замену оборудования на руднике «Северный». Норникель вложит до 300 миллиардов рублей в снижение выбросов диоксида серы, чтобы нейтрализовать негативное воздействие своих предприятий на окружающую среду. Уже в текущем году завершается стройка первого этапа серной программы, и начиная с лета намечен старт индивидуальных испытаний и пуска наладочных работ. Напомним, что выбросы диоксида серы по предприятиям компании в 2021 году по сравнению с предыдущим годом сократились более чем на 300 тысяч тонн, до 1 миллиона 600 тысяч тонн. На медном заводе в Норильске в цехе электролиза «Меди» провели испытание новой системы дегазации электролита, поступающего в электролизные ванны. Проще говоря, специалисты изменили направление подачи электролита в дегазационные баки. Вместо подачи естественным давлением сверху, электролит решили заводить в бак сбоку. Вместе с работой специальных устройств это стало препятствовать излишнему появлению пузырьков в растворе, что в свою очередь снижает вероятность образования поверхностных дефектов на медных катодах. Мероприятие в цехе электролиза «Меди» реализуют пока в качестве эксперимента только на одной электролизной серии. В процессе наблюдения результаты работы будут сравнивать, анализировать и систематизировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова